Татарстан Татарстан расположен в месте слияния двух крупнейших рек Волги и Камы. Некоторые называют его мостом между европейской и азиатской частью России. Сегодня это динамично развивающийся регион, в основе которого лежит сильная экономика. Республика известна как центр нефтедобычи и нефтехимии, производитель всемирно известных грузовиков КАМАЗ и вертолетов, один из лидеров российского сельскохозяйственного производства. Но какую цену платит за все это экология Татарстана? Пахнет, ну здесь вообще пахнет неприятно, но вот прям именно отсюда запах какого-то гнилья, каких-то нефтепродуктов, еще что-то. И если это попадает действительно на улицы Татарстана, то нам предстоит узнать, насколько это все безопасно. Основные экологические проблемы Татарстана – это загрязнение атмосферы, подземных вод, истощение земельных ресурсов и, конечно же, незаконные свалки. В прошлом году экологические инспекторы зафиксировали более трех тысяч несанкционированных мест складирования отходов. Но что делать, когда свалку под открытым небом устраивают те, кто должен эти отходы перерабатывать? Вы же понимаете, это своего рода, ну как, секрет производства, а потому мы не можем давать. Мы открыты к сотрудничеству. Почему сегодня есть те, кто считает, что имеет право нарушать требования закона, прикрываясь технологиями? И почему они так сильно боятся присутствия видеокамер и иных других средств фиксации нарушений? Квадрокоптер не стоит запускать. А мы не запускали после того, как вы нам сказали, мы больше квадрокоптер не запускали. Мы расскажем, а главное покажем, как в татарской глубинке наши инспекторы наткнулись на целые горы подозрительных масс. И вместе с вами узнаем, что показали лабораторные исследования. Какую опасность представляют все эти груды, которые в любой момент могут пойти на строительство и благоустройство? Как не оказаться в капкане мошенников и какое наказание может ждать нарушителей? Смотрите в новом, большом расследовании нашего проекта. Субтитры создавал DimaTorzok